Какой вы меня только не видели, да? Мы ведь с вами хорошо знакомы. Привет, интернет! YouTube наконец-таки признал свою плагиаторскую сущность, и теперь в тренде видосы, где видеоблогеры повторяют фото других блогеров, видео других блогеров. Я недавно наткнулась на видео, где девочка-блогер повторяла мьюзикали. Причем мьюзикали эти были необычные, это были эмо-мьюзикали. Ну, а поскольку я сама была эмо, по-моему, для вас это уже не секрет, все прекрасно знают, потому что я на эмо-тему, по-моему, сняла кучу уже видосов. В общем, я решила вернуться к своим корням и попробовать это сделать, потому что выглядело это очень весело. Ссылку на оригинальный ролик я оставлю внизу, ну а мы давайте начинать. Начнем мы, пожалуй, с чего-нибудь простенького, чтобы я немножечко раскачалась и вошла в образ. На протяжении этого ролика вы увидите вот эту вот клипсу в разных местах, вот, потому что я же не буду прокалывать себе губу или нос септум. В общем, это просто единственное, из чего у меня есть выбор, так что надеюсь, она не выпадет. Так, ну что-то у меня получилось. У-е! По-моему, nailed it. Я вот еще сейчас эту штуку, ладно, а то очень неудобно с ней разговаривать. Очень красивая девочка, отлично, но для этого мне нужна черная помада. Секундочку. Ну так-то лучше. Сейчас, когда красила губы, с каждым мазком кисточки чувствовала, что 2007-й все ближе и ближе. Блин, я, конечно, отошла от темы, но мне кажется, все равно весело вышло. Очень лирично. Ну что, двигаемся дальше? Следующий мюзикл я выбрала, потому что мне очень-очень доставила музыка, и парень, который тут исполняет, он просто прекрасен. Да, отлично, только теперь мне нужно еще нарисовать подтеки под глазами. Так-то лучше. Мне нравится, как картинка становится все светлее и светлее из-за обилия черного в кадре. Это оказалось проще всего. Это просто, видимо, от сердца идет, поэтому у меня получилось сразу же. Отличненько. Вообще, на самом деле, я поняла, что эмо в наши дни, ну, очень сложно. Потому что раньше мы могли просто там подвести черным глаза, поплакать немножко для, ну, как бы, естественности макияжа. То теперь там нужно какие-то полосы рисовать на лице, что-то добавлять и так далее. Ну, в общем, как-то пытаться выделяться. Наш следующий мюзер, он нарисовал себе полосу на лице. Я не знаю, мне показалось, что это очень прикольно, поэтому сейчас будем повторять. Господи, я не думала, что рисовать вот эту чертовую полосочку на лице так сложно. Она все время получается кривой. Ну, в общем, я перерисовывала, перерисовывала, и, в общем, это самое прямое, что у меня вышло. Так что давайте начинать. Так, ну че, я, кажется, закончила. Правда, я опять немножечко отошла от темы, но мне кажется, так получилось немножко интереснее. А еще я решила факт в камеру не показывать, вот, так что она получилась немножечко короче. Ну, а теперь последнее мюзикле, и для этого мне нужно кое-что еще изменить в моей внешности. Секунду. Ну, вот так. Я, видимо, должна буду разговаривать так, потому что иначе вам вообще нифига не видно. По-моему, смотрится суперкрипово. Я не думала, что будет смотреться настолько крипово, но это все ради мюзикля, честно. Почему на нем это смотрится круто, а на мне ужасно. Короче, этот парень слишком крут для меня, поэтому самое большое, что у меня вышло, это вот это. Господи, это ужасно. Мне вот эта вот штуковина совсем не идет. На парня это выглядело просто великолепно, но на мне, ой, как вы видите, смотрится отвратительно просто. Я думаю, что на сегодня хватит, потому что я уже очень устала, и я хочу смыть. У меня все лицо чешется, потому что я вся в карандаше для глаз, и практически карандаш для глаз закончился. Поэтому позвольте, я сейчас буду стирать все это и с вами прощаться. Это был уникальный опыт, очень интересно, спасибо большое. Эмма быть сложно в наше время. Раньше все было гораздо проще. Пишите, пожалуйста, нравится ли вам такой формат. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если вы просто цените то, что я стараюсь для вас. Ну, я, пожалуй, пошла смывать уже все это безобразие. Я по-прежнему вас люблю, целую и, конечно же, обнимаю.